Мои дорогие ученики, мы продолжаем. И сейчас я предлагаю вам сделать артикуляционную гимнастику. Эту гимнастику нам давали преподаватели с малого театра. Эту гимнастику дают многим детям, с которыми занимается логопед. И вообще для всех людей, в особенности тем, кто хочет научиться говорить, хочет привлекать к себе внимание, хочет сделать себе хорошую дикцию, очень полезные упражнения. Делать их можно каждый день, пока вы не поймете, что вы готовы. Либо бывает такое состояние, когда вы только либо случайно уснули, и вам надо вот сейчас, через 5 минут уже выходить на сцену, а у вас все спит. Хорошо, быстро делаем эту гимнастику и выходим в зал. Да, и еще потом покажу вам такой лайфхак, когда вот как раз надо выходить на сцену, а у вас онемевший рот. Либо после мороза, либо после вару жары, либо после того, как вы только что проснулись, и надо вот выходить на сцену. Итак, берем свои губки и делаем хоботок. Затем растягиваем его на улыбку. Еще раз, хоботок, улыбка, хоботок, улыбка. Хорошо. Теперь это же хоботок. Вверх, вниз, вверх, вниз. Влево, вправо. Прям растягиваются мышцы, чтобы легко вам было говорить. Хорошо. Теперь хоботок по кругу пускаем. В одну сторону и в другую сторону. Теперь чешем верхнюю губу. Зубами, снизу. Теперь нижнюю. Потом по очереди, верхнюю, нижнюю, верхнюю, нижнюю. Одновременно. Хорошо. Теперь пускаем, я называю это конфетка. То есть язычок под губу. И растягиваем изнутри. Затем в другую сторону. Конфетку пускаем. Потом по кругу. И в другую сторону. Хорошо. Делаем слоника. Выдуваем щеки. И выдуваем воздух. Выдухаем воздух. Хорошо. Машинка. Делается массаж губ. Прям очень интенсивный. Начинает все щекотать. Продолжаем. Язык к носу, к подбородку. Тянемся. Неважно, дотянулись вы или нет. Просто тянемся. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Хорошо. Затем язык. Вперед. Убрали. Вперед. Убрали. Вперед. Делаем щелчки, поработаем нижней челюстью, дальше челюсть влево-вправо и по кругу и в другую сторону. Можно похлопать, можно погремасничать, делайте любую гримасу, главное, чтобы она не причиняла вам боль и не надо делать слишком долго. Итак, лайфхак, вам нужно уже выходить, выступать и у вас не разработан речевой аппарат. Мы берем с вами либо коробок из-под спичек, либо пробку от шампанского, от любой бутылки, либо маркер. Вставляем его, хорошо подходит коробок. Вставляем его между зубов и говорим какую-то скороговорку, любую скороговорку, какую вы знаете. После того, как вы это все проговорили, вы вытаскиваете и у вас уже все сразу активизировалось. Мало того, после этой гимнастики активизируется весь организм, то есть организм приходит в тонус. И вы даже с вялого состояния уже способны идти работать в совершенно нормальном состоянии. Удачи вам!